Мы видим растущий импульс. Нет никакой медвежьей дивергенции. Довольно все хорошо. Однако, возможно, чересчур хорошо. Бруно, добрый день. Добро пожаловать в новостудию. Добрый день, Джессика. Мы говорили с вами две недели тому назад, как долго на рынке акций будет превалировать восходящий тренд. Я предлагаю для начала посмотреть на развивающиеся рынки. Продуктивность этих рынков в последнее время была очень хорошей. Мы видим, что были реализованы более высокие максимальные показатели по сравнению с началом марта. Нет никаких признаков ослабления. Индикатор относительной силы по отношению к S&P 500 растет. Мы также видим повышение по индикатору относительной силы по отношению к развивающимся рынкам. К примеру, по отношению к рынку Китая. Импульсивный индикатор повышается. Все в порядке. Что касается рынка Индии, здесь ситуация немного иная. Так называемый спад Трампа немного отбросил данный рынок. Мы отметили хороший отскок. Мы также увидели отскок индикатора относительной силы. Звучит довольно неплохо. Что касается рынка Бразилии, она также находится под влиянием так называемого спада Трампа. В целом, политическая ситуация на рынке крайне нестабильна. Это также связано с возможным импичментом. На фоне всего этого мы отметили снижение с верхней части диапазона к нижней части диапазона, где мы были в начале этого года. Отскок был не таким сильным. Поговорим о фондовом рынке США. Продуктивность сектора технологий по-прежнему хорошая. Когда мы увидели так называемый спад Трампа, через шесть дней после этого мы отметили повышение к новым максимальным показателям. Индикатор относительной силы установил также новые максимальные уровни. Импульсивный индикатор повышается. Нет никакой медвежьей дивергенции. Всё отлично. Я бы даже сказал, чересчур хорошо. Бруно, что больше всего вас беспокоит на сегодняшний день? В то время как в секторе технологии были установлены новые максимальные показатели, на рынке малой и средней капитализации мы отметили спад. Снижение по акциям малой капитализации вот здесь и по акциям средней капитализации вот здесь. Поддержку рынку оказывают только некоторые акции крупной капитализации. Я бы назвал это так – нехватка дыхания. Это обычно является признаком того, что на рынке есть явные проблемы. Что касается ротации американских рынков, она оказывает поддержку быкам. Если говорить об американских секторах, как правило, мы фокусируем наше внимание на соотношении между дискрепционным сектором и сектором товаров массового потребления. На графике это черная линия. В апреле мы отметили довольно сильное повышение. Неплохой сигнал. Затем pullback. Я не думаю, что в ближайшее время мы увидим отскок. На данный момент мы наблюдаем довольно узкий диапазон. Зелёная линия, как правило, указывает на направление 10-летней процентной ставки. В данный момент она снижается. В таких условиях участники рынка сбрасывают рисковые активы. Они предпочитают уйти в сторону от рынка акций к рынку облигаций. Поговорим теперь об индексе S&P 500. Какие здесь существуют риски? Но прежде чем мы начнём говорить об индексе S&P 500, я предлагаю посмотреть на два сектора, которые отстают. Прежде всего, это финансовый сектор. Мы наблюдаем большую нисходящую линию тренда. Нам так и не удалось её пробить. Была неудачная попытка в мае, затем опять в конце мая. Есть ещё один сектор, который отстаёт. Это сектор энергетики. Он всё ещё находится в нисходящем тренде. Были также установлены новые минимальные показатели. Таким образом, эти два сектора могут оказать давление на индекс S&P 500. Поэтому по-прежнему существуют некоторые риски. До спада Трампа индекс находился на уровне 24,05. Облачная зона играла роль так называемой поддержки. Она была пробита. Затем мы отметили восстановление. Были восстановлены новые максимальные показатели. Вероятно, мы увидим снижение к уровню 23,80. Если мы посмотрим на недельный график, мы здесь не видим никаких тревожных сигналов. Линия тренда поддержки не повреждена. Импульсивный индикатор повышается. На данный момент нет никакой дивергенции. Возможно, если мы увидим снижение к уровню 24,00 и начнём двигаться вниз, эта линия может быть пробита. И у нас возникнет некоторая дивергенция, которая в дальнейшем нас может привести к уровню 23,30. Однако пока что мы этого не видим. Что касается рынка Европы, мы здесь также видим повышение. Что касается европейских секторов, какое-то время они были в лидерах. Мы видели повышение индикатора относительной силы. Однако в последние две недели мы отметили снижение индикатора относительной силы. Мы находимся ниже большой нисходящей линии тренда. Импульсивный индикатор снижается. Возможно, мы увидим пулбэк к уровню 35,50. Возможно, восстановление будет не таким сильным, немного ниже. Возможно, мы увидим повышение к 20-недельной скользящей средней. Это уровень 24,00. Поговорим теперь о рынке Японии, об индексе Никея. Мы здесь видим похожую картину. Мы также не смогли пробить психологический уровень 20 тысяч. Оранжевая линия – это валютный курс японской иены. Как правило, когда иена падает в цене, индекс Никея начинает расти. Подобные ситуации мы видели в октябре. На данный момент мы видим некоторое восстановление по курсу японской иены. Мы отметили паузу. Оба рынка, которые превосходили индекс S&P 500, на данный момент приостановили свой рост. В ближайшие дни я бы сфокусировала свое внимание на этих рынках. Они вызывают у меня некоторое беспокойство. Бруно, большое спасибо, что были сегодня с нами в студии. Спасибо вам большое за очередной технический анализ. Всегда пожалуйста. Мы с Бруно прощаемся с вами. Оставайтесь с Дукоскопи. На сегодня все. До свидания.